друзья я приветствую вас на новой серии про наш вены сегодня у нас будут следующие дела во-первых как вы видите качество изображения должно было измениться в лучшую сторону потому что у меня на тесте новая камера называется fuji film xs10 я после сочи мне очень понравилось снимать на широкий угол я подумал что качество gopro и качество записи звука но все-таки такое себе а вот fuji на которой сняты большинство роликов последнего времени они классная вот xs10 такая маленькая еще камера компактная я попробовал новый объектив так что в комментариях не забудьте написать если вам нравится такое качество я себе такой комплект приобрету потому что мне пока очень даже удобно и продержу камеру на штативе здесь внешний микрофон и я могу писать во вторых значит венчик некоторое время постоял мы сейчас будем его запускать смотрите как замечательно запускается в н этот звук это звук который предотвращает забытие скажем так ключей замке опа а вот под таким углом в нифига стоять не любит он сейчас стоит под углом но запустился все нормально пойду его почищу сейчас пойду его говорю почищу опа и сейчас расскажу вам о чем будет сегодняшняя серия сегодня мы с вами подведем итоги поездки в сочи приведем в порядок то что здесь развалилась а что здесь развалилась я покажу чуть позже и я расскажу вам сколько стоило поездкой на что стоит обратить внимание так что погнали ну во первых для начала обратите внимание чтобы не отросла борода и даже немножко волосы все это выглядит пока довольно забавно но ваш привычный лежа возвращается эксперимент подходит концу отвечу сразу на вопрос на который который задают наверное 95 процентов людей с которыми ты общаешься по поводу вена который встречает тебя на улице и который волнует ну практически все кто такой машине думал сколько же сколько прет путем достаточно примитивных расчетов я выяснил что по трассе если ехать со скоростью 100 110 километров в час а ехал я где-то 100 110 но иногда разгонялся до 120 расход получается в районе 15 16 литров все это конечно зависит понятное дело от загрузки машины трассы по которой вы едете но в целом получается 15 16 серпантинный город это очень сложная цифра которая так невозможно практически почитать но типа из серии 20 25 литров эта машина наверное потребляет по бюджету я чуть попозже вернусь смотрите видео до конца там я вам выдам все расчеты но напрягало ли это да нет как раз таки каждые 400 здесь бак около 85 литров то есть в первом вене у меня был побольше 115 или 120 литров из-за этого приходилось останавливаться где-то каждые 400 450 километров это как раз хорошее время для того чтобы передохнуть поэтому в этом смысле все довольно оптимально второй вопрос который многие поднимали в инстаграме у меня и задавали эти вопросы как в личку так и в комментариях сейчас музыку вырублю это не стремно ли тебе было ехать семьей на такой старой машине и так далеко в целом да я могу сказать что мне было стремновато но знаете во первых во мне довольно большой дух авантюризма живет довольно могучий во вторых не стоит забывать что я был просто готов к этому морально очень важно морально подготовиться что в случае всякой фигни ваше приключение может закончиться и вам придется возвращаться там на поезде машин на эвакуаторе и так далее но я считаю что романтика передвижения на старом вене она того стоит определенно поэтому чего бы и нет если вы готовы рискнуть то вам воздастся именно воздастся именно вот этими ощущениями вот этим удовольствием того что ты едешь на классной старой американской тачке куда-то в дорогу она еще и очень большая и очень-очень комфортно так мы подъезжаем что самое странное да на вене чиниться я приехал в мини гараж в место где обычно обслуживают автомобили мини но здесь меня работают друзья поэтому поэтому я короче сюда приехал сейчас я покажу какие проблемы у нас возникли с чем бы я хотел чтобы они разобрались видите у высокие удобные ворота как раз чтобы обслуживать вены вот там уже меня встречают да это кто там кто-то там с крылом короче да или что это у него бампер так бампер ребятку от понесли ну а мы еще нагло сразу я думаю вы заезжать они почти уронили свежекрашенный бампер а мы хотим помыть машину пропылесосить и хорошенько здесь везде убраться ну и заодно посмотреть то о чем я говорил точнее еще не говорил перестанет меня убегать перестанет меня убегать ты а кто помнит лёша вот лишь очень интересовался кто помнит лёша из горилла гаража серёжа помнят понятное дело все такого такого не забывать не забыть почему ты все время уходишь от меня так в общем друзья сейчас вен будем отмывать сейчас я лёша расскажу какие будут проблемы как только он помоет руки увидеть как как хирург настоящий просто нам правда не будет ничего сделать или на чем на руки моют в общем надо машину помыть пропылесосить сейчас покажу какой то модище случилось сейчас я открою еще покажу какие у нас тут проблемы сзади возникли центральный замочек работает а вот сигнализация работать перестала показываю в общем смотрите здесь у меня вот такая подпорка стоит так сказать практически естественная внутри все еще куча шмурдяка с нашей поездки подпорка это стоит почему потому что вот эта полка кнопку здесь вываливается полка вот это вот здесь музыка короче колонки сабвуферы на то что вы видели в выпуске с знакомством в общем эта полка держалась всего лишь на двух каких-то маленьких таких перекладинках и она отвалилась надо ее короче вернуть на место и как-то закрепить это первое что 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 добрый день так второе что нужно сделать я вот вам рассказываю а лёша не слушать ну ладно сейчас мы с ним поговорим у меня перестала гореть совершенно перестала гореть подсветка приборов вообще не горит свет включаем приборка не горит с этим тоже надо разобраться что еще сейчас это кое-что я сделаю сам я же сам скорее всего заберу вот это зеркало потому что она когда дверь закрываешь она короче складывается вот так вот и каждый раз приходится его корректировать ну и убраться конечно тут полный срач после долгой поездки какие-то камни ошлеметки ошлепки мотокроссовые шлемы лишь ну как огонь огонь заднюю печку покрутил уже все покрутил включи нам еще раз свет я покажу какой срач вон впереди большая приборная вот здесь да не 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 это диван вот так еще еще ну да все подсветочку включи в общем здесь смотрите как жили так и живем как говорится все бордическое все еще здесь валяется здесь бордическое валяется здесь для мотокросса все удобно когда большая машина можно такой срач лютый навести и так и ездить главное в нем не обращая внимание абсолютно красота лег вообще конь огонь блин парни волшебники смотрите они отмыли даже выхлопную трубу посмотрите просто она сверкает хромом оказывается на хромированные диски просто охренеть все блестят но там понятное дело на самом металле уже есть ржавчина сейчас пылесосим в общем машину приводим в нормальное состояние после поездки пылесосе работать тут просто жесть меня тут собака какую-то палку сожрала дети раскидали короче камни от дищи вообще я чувствую тачка будет у меня просто сок давайте с вами пройдемся покажу некоторые фишки которые возможно не показывал во первых у вене двери фиксируется вот такой вот штукой у раз она встает на место и потом уже дверь не открывается даже если машина стоит под уклоном и его так надо дернуть и тогда она открывается здесь дверях у меня есть вот такие выкидные столики ну то есть много конечно что не положишь на какие-то напитки стаканчики можно плюс сюда мне кажется две бутылки прям вообще отлично вылезает это круто все стекла практически вот с такой вот фишкой то есть можно проветриваться они практически все такие что боковые что задние это клёво когда вы где-нибудь на природе стоите но в багажник то что здесь так хочу у нас багажник понятно если у вас много вещей здесь просто космос то есть если прям забивается до верху я возил людей еще вот это все мое лежало еще мой сноуборд еще две сумки сноубордами чемоданы ну короче просто дохрена все вылезает следующая фишка вот здесь ну не фишка точнее проблема когда едешь вот это стекло ну короче свистит очень сильно сейчас мы с лёхой пытаемся этим с этим разобраться вот отсюда прям все фонит люто сейчас попробуем с этим разобраться приборка я вам показал что она тут херовастенько довольно работает фары red btr огонь вообще отлично светит просто в условиях трассы и каких-то серпантинах кстати дофига народу из вас говорили что типа блин ты будешь всех слепить короче типа ты лов ты поставил как говно я вам так могу сказать мне моргнули один раз это это было когда я ехал как бы сверху на дороге машина поднималась типа она мне моргнула ты меня слепишь больше ни разу и вообще ну конечно я старался равно не использовать на всякий случай ехать под родными на светит они фигово следующая фишка следующая фишка это вот это по-моему я тоже вам не показывал здесь есть такая платформа вы ее ставите потом залезаете на нее ногами ну я не знаю что ты здесь делаете не знаю честно говоря зачем она ну может быть чтоб лобаж очистить может быть и нет фиг его знает честно скажу ну как бы типа можно от камер прятаться но естественно рисковать так мы не будем блин парни есть вероятность что короче я записал через звука на микрофон камеры но заодно проверим как она работает вот сейчас вроде на внешне должно уже нормально идти очень сейчас машинку отмоют я вам сяду мы сейчас ее будем чинить я вам сяду еще расскажу про поездку но это уже к концу видео блин надеюсь со звуком все не очень плохо так парни нас тут обесточило немножко оп блять заработала чем парни вот тот который квадратники чем парни разбираемся сейчас с приборкой что-то она не хочет вот ключи слева у тебя слева у тебя рычажочек какой есть потяни вот тут должен быть короче свет гореть а он нифига не горит сейчас разбираемся с проблемой приборки почему-то она не хочет гореть у нас там мне кажется вообще три лампочки должно быть я думал на диоды переделать но для начала сделать хотя бы что он как-то работало разобрали короче эту историю теперь будем думать как собрать обратно на самом деле тут лампочка вот одна горевшая горевшая да да все проверим как у нас фокусируется не сфокусируется сфокусировалась одна минус короче лампочка тоже скорее сюда скорее всего вторая лампочка я угадал три лампочки не 4 до 5 6 блин нифига тут лампочек нифига там лампочек я чё лампочкин что ли получается тут не пять не шесть этот вот еще лампочки маленькие видишь я не короче блин сейчас мы поедем короче магазин запчастей или будем заказывать перегоревшие это точно надо все поменять что все были новые лёха найдем такие лампочки день они безцокольные 5 латки обычно есть пиздюшки надо же такие помню должны быть класс кто бы мог подумать что проблема с лампочками будет такой основательные возимся уже часа наверно полтора с подсветкой и казалось бы поменяли лампы проверили предохранители контакты все работает но блин нифига не работает при этом совершенно непонятно что с этим делать тем более я в электрике как и в целом в ремонте автомобиля понимаю мало однако с собой на самом деле брал довольно большой набор запчастей и там были ремни и колодки и масло я брал запасной который пригодилась отчасти вы видели в предыдущем выпуске а вот масляный фильтр я не брала стоило бы на самом деле на старые американские тачки очень важно с собой возить запчасти потому что вы можете их просто не найти если вы где-нибудь застрянете в деревне или в маленьком городе в том числе я брал с собой свечи у меня здесь комплект 8 свечей на 8 горшков это свечи dance и я очень удивился мне их прислали они иридиевые понимаете я удивился тому что на такую старую тачку надо ставить иридиевые свечи и даже сначала подумал что такое ощущение что у меня типа не те свечи прислали но потом поговорил с ребятами сказали да вполне типа спокойно можно ставить именно иридиевые dance делает кучу запчастей для автомобилей они спонсируют и поддерживают очень крутых ребят таких как богдан булычев которые в арктику ездят и дают ему на toyota на его запчасти это надежные хорошие проверенные поставщики хорошие запчасти которые в дороге не подведут так что ребятки ссылка на них также будет в описании спасибо вам за поддержку надеюсь что надеюсь что не пригодится надеюсь я пока поезжу на свечах но если мне их надо будет поменять то dance у меня всегда с собой две упаковочки ну чё ты думаешь зарыт горит загорелась загорелась а чё сделал он видишь на тускленько почему так тускло горит брат не могу знать брат не правда чему это очень нужно додные поставить лампочки помощнее просто они сами все жидкие что такие да сколько амперовский 5 ватт а почему загорелись тут не горели не горели загорелись видать где-то контакт плохой был теперь хорошие что вот тот провод который я тебе говорю что перетёрся и на массу бил из-за этого у нас везде масса было да ну я его заизолил что эту проблему мы вроде как решили подсветка загорелась но в любом случае я в одном из следующих выпусков хочу разобрать отдать кому-нибудь человеку чтобы он разобрал поставил диодную подсветку потому что нихера не видно с лампами а мы с тобой разберемся с задней полкой прикрутим ее обратно короче у нас здесь просто сегодня лего вен ну вот смотрите разницу слева видите белая подсветка есть справа как будто нет на самом деле она есть просто на желтая и короче не видно нифига это лампочка так что давай две поменяем а я тебе буду должен лампочки успокойся и день лампочек сегодня какой-то просто ну что ж парни в общем мы все починили полка прикручена обратно на место подсветка горит и я обнаружил пару косяков кто-то меня короче притёр сзади мою дверь поцарапал уроды ну и то что у меня лабаш короче лабаш прилетел камень я думаю тоже нифига не приятно ехали когда ночью по трассе прилетел здоровый камень за это отдельное спасибо фурам которые выезжают с гравейки и раскидывают камни и так я обещал вам рассказать сколько же денег стоило мне поездка я воспользуюсь своим инстаграмом потому что эти все расчеты уже давно выкинул и давайте я просто почитаю вам что я написал потому что ну заново считать никакого смысла те кто подписан на инстаграм они естественно уже давно это все все это уже давно видели и так давайте сразу общая сумма у получилось приблизительно 235 тысяч рублей на всю поездку сюда у меня входили бензин вместе с ними перекусы на заправках две заправки смог оплатить благодаря бонусной программе то есть там чисто баллами как бы накопилось оплатил оплатил бензин у меня получился 92 расход расход я вам рассказал в начале видео и 31 707 рублей у меня ушло на бензин ну возможно что-нибудь а конечно это упустил ну будем считать что где-то около 35 тысяч на бензин это мы проехали 44 с половиной тысячи примерно километров ну вот сочи москва и вот все что вокруг ездили жилье было супер дорогое в розе хутор во всех остальных местах мы находили прекрасные апартаменты и очень дешево там генджики они стоили пом 2 2 800 что ли за ночь и жилье у нас получилось 90 тысяч 576 рублей но не стоит забывать что мы ездили туда с собакой поэтому с собакой жилье найти всегда сложнее если у вас не какая-нибудь там маленькая чихуахуа вам приходится искать жилье чтобы вас пустили с собакой за горнолыжные курорты включая скипасы аренду ботинок шлема очков на ребенка на 9 дней и также парковка на курорте газпрома потому что мы только на газпроме пойти платили за парковку на розе мы за парковку не платили а не платили потому что мы не габарит хватит разгазовывать эти мини-купер мы не габариты нас ставили на парковку каршерингов получилось 32 тысячи пятьсот двадцать пять рублей на еду за чуть больше чем две недели мы отдали 39 тысяч рублей это включая кафе перекусы кафешки рестораны продукты и вот тот маленький холодильник который стоял всю поездку вот здесь вот нас в этом смысле очень выручал всем рекомендую холодильники в машину потрясающая вещь он у нас работает и от 12 и от 220 вольт поэтому как бы вообще кайф ну и все вместе получилось 235 тысяч рублей обычно мы блин обычно мы ездим на бали это конечно очень звучит такой типа пафосно да но обычно так и на бали приходится в этом году пришлось бы потратить 450 тысяч только на билеты и визы бизнес на троих три визы 150 рублей билеты к 300 тысяч от еще и с двумя пересадками поэтому я считаю что поездка удалась и я считаю что было классно мне очень понравилось это я зря кстати сделал я считаю что вэн оправдал все мои ожидания мне было на нем ездить просто чудесно и просто прекрасно я в него влюблен будем его доделывать я уже знаю что приблизительно нужно сделать с вэном чтобы он стал вообще идеальным пишите в комментариях свои вопросы я на них отвечаю если они по делу и и не забывайте писать каком качество вот этой камеры я думаю такую камеру купить себе на постоянку вроде она и с автофокусом хорошо справляется и вроде наверное со звуком тоже все неплохо еще раз извиняюсь если в начале видео звук был плохой потому что мне кажется я просто микрофон до конца не воткнул сейчас все должно было быть уже нормально прощаюсь с вами это был такой лайфовый отчетный видос если они вам нравятся поставьте лайки подпишитесь на канал я постараюсь выпускать видео почаще и не только про вэн спасибо что смотрели пока улица с пацаны просто вместо послесловие у нас две лампочки заменены ну посмотрите как теперь все хорошо видно но вам конечно сравнить не с чем я могу так сказать раньше не было видно вообще ничего а сейчас прям кайф а сейчас прям кайф а сейчас прям кайф